На смену грязи и неудобствам новая поликлиника, школа и зоны отдыха. Большая стройка в 530-м квартале Ставрополя должна завершиться уже этим летом. Накануне объекты проинспектировал глава администрации Кривого центра Андрей Джадоев. Успевают ли строители в срок и есть ли шанс, что занятия в новой школе начнутся 1 сентября, знает Анастасия Зубрицкая. Школа должна быть достроена уже к началу июля, чтобы через два месяца здесь прозвенел первый звонок для самых первых в этом учреждении школьников. Чтобы проверить, в каком режиме сейчас работают строители и укладываются ли они в график, на место приехал глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев. Нам надо понимать, намерения на сегодняшний день такие, чтобы 1 сентября уже сюда дети пошли учиться. Я думаю, что все шансы есть. Все шансы есть. А что касается оборудования и всего остального? Заключенный контракт полностью на всю поставку. То есть готовы уже заходить, да? Да. Вопрос остался только в помещении. Вопрос в помещении, считает подрядчик, будет решен в установленный срок. Внутри уже приступили к отделке. Все отмечают на месте, должно соответствовать новым жестким стандартам. Так, например, начальные классы необходимо оборудовать спальными местами. В начальной школе тут было как у нас начальная школа? Вот в начальной школе сколько классов мы видим здесь? 16 классов начальных. 16 классов, все они будут оборудованы. Сама же школа рассчитана на 807 учеников. Именно столько детей найдется в администрации, сюда и придет учиться в новом учебном году. Проблема нехватки мест уменьшится, но останавливаться на достигнутом в ближайшее время не планируют. У нас еще есть один проект, и фактически этот объект уже вошел в краевую программу при поддержке правительства Ставропольского края. Речь идет о строительстве еще одной школы на 1000 мест, 129 квартал. Я так полагаю, что в ближайшее время тоже есть очень большая вероятность сначала строительства одной школы. Еще одну школу на 1000 мест отметил глава администрации, сейчас проектируют и в Октябрьском районе города. Что же касается этой, ее строительство на особый контроль взяла фракция «Единой России» в Ставропольской городской думе. В работе фракции это традиционно, мы все особенно социально значимые объекты, которые строятся в городе Ставрополь, мы берем под свой контроль. Но под свой контроль хотел уточнить, это не значит, что мы такие контролеры. Работа получается тогда, когда работа командная. А команда в нашем случае, это команда фракции «Единой России» в Ставропольской городской думе, это администрация города Ставрополя и это городская дума. Отдельное внимание во время рабочего визита уделили и внешней отделке учебного заведения. Школа прозвучала должна быть яркой и красивой, как и намечено в проекте, а также очень доступной. Сейчас в квартале идет большая стройка, однако неудобства и грязь в скором времени исчезнут. Танцмену им уже в этом году придут школы, поликлиника, тротуары, остановки и зоны отдыха. Анастасия Зубрицкая, Николай Попов, Ставропольское телевидение.